Следующий сюжет не рекомендуется смотреть на голодный желудок и тем, кто сидит на диете. В день города мы побывали на фестивале ухи и шашлыка. Лужайка пьевческого поля превратилась в одну большую кухню с самого утра. Здесь на кострах дымились котлы сухой, на мангалах жарился шашлык. Разные виды рыбы, мяса, овощи и специи. Как все-таки жаль, что телевидение не передает запахов. В этом году в фестивале участвуют 10 команд. Это разные рестораны и кафе Столизы Чуваши. И у каждой свой уникальный рецепт. Особенность этой ухи – приправы, которые специально я каждый год привожу с Армении. То есть горные приправы. Уха с добавкой пшеничной, сытная уха, то есть народная, деревенская. Сколько женщин, сколько кухни, столько и мнений, столько и добавки. Кто-то использует для своей ухи морепродукты. Красную рыбу – кто-то исключительно ту, что можно поймать в Чувашии. Добавляются все сорта рыбы, которые находятся у нас в Волге. Профессиональный секрет, чтобы рыба не разварилась и попадавалась целая. Ее надо специальный надрез делать по спине. Будем удивлять, ну, Чувашской травой именно сердце у нас добавляется. Ну, а остальное все по стандартам. Это бульон из рыбы, рыба сама и лук. И готовится, естественно, все на костре. Некоторые добавляют водку в конце приготовления или уже обгоревшая полена. Для придачи определенного вкуса копчености блюду. Кулинарная битва шла не только на открытой площадке у костров. Приготовить уху еще полдела. Важно правильно ее подать. Сливировка у нас действительно уникальная. Сегодня мы предоставили нашу посуду, исключительно экологическую, чистую. То есть это съедобная посуда, сделанная из хлеба. Жюри досталась сложная, кропотливая, но чрезвычайно приятная работа. Все попробовать, а затем наградить поваров по номинациям. Оригинальная рецептура, оригинальное оформление блюда, образцовое уха, рыбный шедевр и другим. В любом случае, проигравших не было. Как говорят, победила дружба и аппетит.